Ашар Каляусать, Саудовская Аравия, Путин будет править до 2036 года, бросая вызов коронавирусу, Западу и финансовому кризису. Раид Джабер. Ашар Каляусать, Саудовская Аравия, 2 апреля 2020 года. Наконец, в России стали проявляться очертания давно обсуждаемого сценария. Вариантов было несколько, но все пытались ответить на один вопрос, что сделает Владимир Путин на этот раз, чтобы остаться в Кремле после истечения двух президентских сроков подряд и четырех в общей сложности с момента прихода к власти в 2000 году. Было ясно, что хозяин Кремля уже не сможет повторить сценарий 2008 года, когда он поменялся ролями со своим близким другом Дмитрием Медведевым, и сел в кресло премьер-министра, что, как казалось, его не устраивало. Путин ждал четыре года, а в 2012 году снова занял место лидера нации. На этот раз такой трюк не пройдет, и альтернативы внесению поправок в Конституцию больше нет. Близкое окружение президента предложило ему множество вариантов, в том числе и казахстанский сценарий. Поэтому сценарию бессмертный президент и светлый правитель Нурсултан Назарбаев, как его называет местная пресса, переместился из президентского кресла в кресло повыше, а именно на место председателя Совета Безопасности, что позволяет ему и дальше руководить государством иметь возможность вмешиваться и выравнивать курс властей в случае необходимости. Сценарий, основывающийся на концепции харизматичного верховного лидера, обладающего особой яурой, не был выгоден Путину, который более 20 лет управлял страной напрямую и демонстрировал, что является хозяином ситуации единственным лицом, принимающим решения. К тому есть множество доказательств. Например, он был премьер-министром, когда летом 2008 года вспыхнул конфликт с Грузией, и президент Медведев за 24 часа так и не смог занять четкую позицию. Потом перед камерами появился Путин. Находясь в Китае на открытии гимназии, он сказал журналистам, что преступник должен быть наказан, имея в виду тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Тут же началась война, и через пять дней российские танки оказались на окраине столицы Грузии. По словам Лукашенко, он не позволит российским денежным китам сожрать свою страну и повторить то, что произошло в России в эпоху катастрофической приватизации в 1990-х. На официальном уровне среди препятствий для полной интеграции значились твердая решимость России и сохранить рубль в качестве валюты для объединенного государства и отказ Минска от некоторых механизмов интеграции суверенных институтов. Однако в действительности главным камнем преткновения стал вопрос о том, кто займет пост главы нового государства и какая роль будет отведена другому. Что касается третьего варианта, то он предполагал преобразование России в парламентскую республику и возвращение к власти через большинство в парламенте. Однако исследования указывают на опасность этого сценария для России в долгосрочной перспективе. Как сказал сам Путин, огромное российское государство является желанной целью многих, поскольку обладает третью мировых запасов энергоносителей. Другими словами, им может управлять только сильный президент и Единый федеральный центр. Русским не нужно далеко ходить и достаточно вспомнить недавнее прошлое, когда слабость центра в 1990-х годах привела к появлению сепаратистских тенденций, получивших поддержку из-за рубежа. Внесение изменений в Конституцию в таких условиях Путину ничего не остается, кроме как внести поправки в Конституцию и исключить из последний пункт, ограничивающий количество последовательных президентских сроков двумя. Это довольно опасно, поскольку в этом случае поправки будут действовать не только в отношении Путина, но и любого последующего президента. Как мы помним, нынешний лидер говорил, что не собирается играть с основным законом страны. Тем не менее, сужение спектра возможных вариантов и стремление решить эту проблему как можно быстрее из-за тупиковой экономической ситуации, рекордного снижения популярности Путина за последние годы и протестных настроений в стране, заставили его ускорить реализацию выбранного сценария. Это была смесь из ряда идей. Так, были внесены поправки в Конституцию без ущерба для фундаментальных ее положений, расширились полномочия парламента, но сохранилась президентская система. Субъекты также получили больше полномочий, но последнее слово осталось за федеральными властями. И наконец, что не менее важно, количество президентских сроков ограничилось двумя, но с обнулением для действующего президента, что позволит ему баллотироваться снова на два президентских срока подряд. Таким образом, проблема была решена с помощью единственного предложения, выдвинутого в ходе заседания Государственной Думы, об утверждении законопроекта о поправках. Кроме того, некоторые из законодателей выдвинули идею распуска Государственной Думы и проведения досрочных парламентских выборов в сентябре, в то время как другие предложили обнулить президентские сроки Путина, чтобы он мог снова баллотироваться на пост главы государства после окончания его президентства в 2024 году. Предложение Терешкова Упомянутая нами предложение выдвинула Валентина Терешкова, бывший космонавт и нынешний член правящей партии «Единая Россия». Казалось бы, это не рекомендация сверху, а случайно вынесенная на обсуждение идея. Как пояснила Терешкова позже, выступить с такой инициативой ее попросили не политические силы, а народ. Таким образом, стало известно содержание конституционных поправок, включающих как положение о детях и семейных ценностях, так и самый важный текст о продлении президентства Путина на многие годы. Нетрудно заметить, что сценарий был подготовлен заранее, поскольку председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прекратил обсуждение этих предложений с лидерами парламентских блоков. По его словам, необходимо узнать мнение президента по этим вопросам, после чего он сообщил, что Путин выступит перед парламентом. Это выступление стало неожиданностью, так как не планировалось изначально. Заявления российского президента в законодательном органе стали еще одним сюрпризом, поскольку он выступил против досрочного проведения парламентских выборов. В то же время он согласился принять конституционные поправки в том виде, в каком они были предложены, при условии, что это произойдет с одобрением Государственной Думы и Конституционного Суда России. По его словам, так принятие законопроекта не нарушит основный закон страны. Президент России Владимир Путин выступил против проведения досрочных парламентских выборов в стране. Как он сказал, в этом нет необходимости на фоне принятия поправок в Конституцию. Он обосновал свою позицию по данному вопросу тем, что если граждане 22 апреля придут на участки и проголосуют за принятие поправок, то таким образом они подтвердят новые полномочия Госдумы. Путин добавил, а значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос, имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму. Ошибочное ускорение вполне естественно, что после этого выступления шаги по принятию поправок ускорились. Государственная дума одобрила законопроект в его окончательном виде и без какого-либо возражения со стороны депутатов. При этом представители блока коммунистической партии воздержались от голосования. На следующий день в Совете Федерации документ был принят единогласно. Принял его и Конституционный суд, тем самым устранив последнее препятствие для проведения всеобщего голосования по поправкам. Все эти события вызвали у россиян недовольство. По их мнению, документ получит необходимое количество голосов и граждане не будут иметь возможности повлиять на некоторые реформы, связанные с увеличением пенсий, улучшением условий жизни в семье или отклонить поправки, имеющие отношение к президентским срокам и полномочиям органов. В любом случае, не было неожиданностью, что среди общественностей вспыхнули дебаты, а оппозиция начала мобилизовать свои ряды, чтобы выйти на улицу. Страна уже готовилась к массовым сидячим забастовкам одновременно в 20 российских субъектах. Но меры, принятые для противодействия распространению коронавируса, свели эти планы на нет. Путин или хаос споры в России идут между двумя группами граждан. Одни выступают с лозунгом политической стабильности и считают Путина человеком, способным держать ситуацию мертвой хваткой и развить успех, достигнутый за эти годы. По их мнению, он также является лидером, способных противостоять продолжающимся попыткам Запада ослабить страну, окружить ее военным арсеналом и разрушить ее экономически. Сам российский президент предпочел оставить этот вопрос для обсуждения экспертов и огромной медиамашины, заявив, что доверяет воле народа. На встрече с парламентариями Путин сказал, что Конституция должна объединить граждан, независимо от их пола, финансового состояния, религиозной принадлежности или сестра проживания. Примечательно, что дебаты по поводу обнуления президентских сроков Путина затмили собой другие конституционные поправки, вызывающие не меньше противоречий и вопросов. Это в частности касается пунктов о России и русском народе, в которых упоминаются религиозные и исторические аспекты, с которыми, похоже, согласны не все россияне. Согласно тексту поправок, Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, признает исторически сложившееся государственное единство. Как считают некоторые эксперты, этот тезис не имеет отношения к России, которая обратилась в христианство только тысячу лет назад. Кроме того, планируется включить пункт, что Россия является правоприемником СССР, и это тоже вызывает у некоторых сомнения, поскольку имеет отношение к короткому промежутку времени, определенным политическим обстоятельствам и идеологии, и поэтому не может быть включено в текст, представляющий собой базовый договор между обществом и государством. Близкие к Кремлю эксперты говорят, все эти дискуссии, к сожалению, объединяет одно, они крайне интенсивны, но совершенно не конструктивны. То есть почти никто из лидеров обсуждений не пытается не то что уточнять дефиниции, но и вообще не ставит цель устранить противоречия. Свою цель дискутирующая, как правило, видит строго в противоположном, обозначить противоречия поярче. Кроме того, они говорят консервативным и эмоциональным риторическом отклики со стороны тех, кто пытается замедлить процесс принятия депутатами поправок, подчеркивая противоречия вокруг института президентства и многих других спорных вопросов. Тем временем другие возражают, что поспешность Кремля в решении вопроса о пребывании Путину у власти в будущем будет иметь много последствий, не только с точки зрения возвращения России к советской модели лидерства, которые предполагает пожизненное правление и, как следствие, исчезновение возможности для любой политической реформы в стране. Что с их точки зрения еще опаснее, так это то, что поспешное принятие противоречия, чьего документа, повлечет за собой такие события, которые через несколько лет заставят власти вернуться к вопросу изменения Конституции или разработки абсолютно нового основного закона. Об этом не раз говорили в последнее время, указывая на то, что нынешняя Конституция была принята в период абсолютного хаоса в стране, и с тех пор в России и мире произошло много изменений. Как известно, Путин выступил решительно против этой идеи. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.